Утром встречи с политиками и экспертами, а вечером митинг с белорусской диаспорой у Бранденбургских ворот. В преддверии Международного дня солидарности с Белоруссией лидер оппозиции Светлана Тихановская посетила Берлин, чтобы напомнить как политикам, так и гражданам Германии о ситуации в своей стране. Деньги, время и внимание, которое вы тратите на поддержку будущей демократической Беларуси, это не благотворительность, это инвестиция в безопасную Европу, это инвестиция в победу демократии над российским империализмом. Главная цель ее визита – встреча с представителями парламентских групп, друзей Беларуси из разных стран. В зале фонда Конрада Аденаура, по форме напоминающим пленарный зал Бундестага, собрались представители Германии, Франции, Италии, Грузии и еще 12 стран. А по видеосвязи к ним подключились депутаты из Украины и США. Они обсуждали способы поддержки демократических сил Беларуси и давление на режим Лукашенко. Как парламентарии вы можете требовать введения санкций не только за преступления против Украины, но и за подрыв суверенитета Беларуси. Также давайте приложим усилия для того, чтобы привлечь Лукашенко к ответственности. Вы можете просить возбудить в ваших странах дела, как это было сделано в Швейцарии против члена эскадрона смерти Лукашенко. Также вы можете принять резолюцию, осуждающую режим Лукашенко как преступный, требующую привлечения к ответственности и трибунала, как это уже сделал украинский парламент. Тихановская призвала парламентариев продолжать поддерживать белорусских политзаключенных, а также помогать белорусам в эмиграции, например, в вопросе получения документов. Этот вопрос особенно интересовал собравшихся вечером у бренденбургских ворот представителей диаспоры. После подписания нового указа в сентябре этого года белорусы больше не могут получать документы в посольствах страны за границей. Для этого им теперь нужно возвращаться в Беларусь, где многим грозит преследование. Эта проблема коснулась десятков тысяч человек. Я знаю многих людей, кто близок к состоянию паники, потому что они не знают, что им делать, у них заканчиваются документы, им требуются различные документы, не только паспорта. Мой паспорт действует еще несколько лет, в этом отношении мне повезло, однако в нем уже нет чистых страниц. Это значит, что список стран, в которые мне можно поехать, он значительно ограничен. Офис Светланы Тихановской работает над созданием так называемого «паспорта Новой Беларуси». Но пока непонятно, будет ли этот документ признавать власти других стран. Параллельно лидер оппозиции договаривается о временных решениях проблемы. Мы уже слышали от немецких, и они заявили, что они будут признавать протерминованные паспорты, но они сейчас шукают мощность протягу терминов ВНЖ, а также выдачу паспортов замежника. И также я просила не потребовать от беларусов апостолю и доведки об несудимости. В ходе своего визита Светлана Тихановская также встретилась с президентом Бундестага Барбельбас. Также вечером 8 ноября в Бундестаге запланирована дискуссия о событиях в Беларуси, приуроченная к ее визиту.